Здравствуйте! В эфире «Город Эс» и Татьяна Дмитриева. Во-первых, поздравляем вас с первым днём лета. И ещё сегодня отмечается День защиты детей. О том, как их нужно воспитывать, развивать или запугивать, будем говорить сегодня в нашей студии, кандидат психологических наук, профессионал и интересная личность Валентина Дудко. Если у вас есть вопросы, которые связаны с воспитанием ребёнка, с общечеловеческими ценностями, задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Валентина! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, когда лично вас заинтересовала тема воспитания, в какой момент вы поняли, что это очень важно, и прочувствовали это? Ой, я думаю, что первый раз лет в 14. Я тогда помню «Мыло полы» и по радио услышала передачу о Сухомлинском, где речь шла о воспитании. На тот момент я уже училась в седьмом классе, и меня тогда поразило, что речь шла об опыте, который педагог может передать, и то внимание, которое может подарить детям. Ну, понятно, что родители и разные социальные и общественные институты ставят сразу много и разных целей воспитания ребёнка. Что для вас, как для психолога, кажется самым важным в моментах воспитания? Я думаю, что эффективнее... В цели даже. В цели. Но я ещё мама, и моей дочери 22 года, и я думаю, что из практики ещё могу сказать, что самое важное — это любить ребёнка и помочь в предназначении ему исполнить своё. На мой взгляд, вот моя практика показывает, что каждый человек приходит со своей программой. И задача родителя и педагога — эту программу увидеть, понять, что ребёнок любит делать, для чего он пришёл сюда, что для него важно сделать, исполнить. И вот эту программу не блокировать, а помогать ей быть реализованной. Да. Но это самое сложное. Это самое сложное, потому что требует наблюдательности, созидательности и внимания. И, естественно, за этим стоит время родителей, время педагогов, потому что, чтобы увидеть, нужно время, чтобы наблюдать. А какая традиционная система сложилась у родителей нынешних в воспитании ребёнка? Вот такая вот схема. Запугивать. Вот здесь нашим менталитетом традиционный. Какая? Запугивать всё-таки в основном? Запугивать. И причём эта система переходит и в отношения между мужем и женой, между взрослыми, детьми и родителями, сотрудниками на работе, между коллегами. Эффект воздействия и манипуляции происходит через запугивание. То есть страх — это самый эффективный метод воздействия, да? Кажется. Кажется людям, поэтому они запугивают, да, получается? Да. Это самые быстрые. Это самые быстрые. Это то, что позволяет быстро достигнуть результата. Но посредством чего? Посредством перелома души, посредством забивания инициативы, посредством блокировки активности. Всё остальное быстро решается. Здесь и сейчас пошёл, исполнил, а пришёл, выполнил, немедленно сделал. А насколько часто родители молодые копируют вот такую схему воспитания, которая была применена к ним в детстве? Вот лупили — лупят, баловали — балуют своих детей. Или всё-таки есть случаи, когда отходят? Или нет? Или это по традиции так складывается? Я много думаю над этим, и всё-таки прихожу к тому, чем образованнее человек, тем меньше он копирует. Тем больше он приобретает нового. Он расширяет модели поведения. Расширяет сознание, наверное, свои, прежде всего. Конечно, конечно. Расширяет сознание, расширяет видение. Знает больше, видит больше, способен наблюдать больше. Отсюда он выходит из заданных программ. Вот чем образованнее человек, тем меньше копирования. И если говорить не о родителях, а вот об этой системе образовательной, которая существует в наше время, там какая-то традиционная схема сложилась, и вообще вот моменты воспитания, ну, в школы возьмём, они сегодня, вот эти функции воспитательно уменьшаются, вот в образовательной среде, или, в принципе, тоже наравне с образованием как-то внедряются в сознание ребёнка? Они, конечно, внедряются. Они не уменьшаются, потому что воспитание — это человеческий фактор. Будь ты учитель, будь ты директор, будь ты инженер, ты когда соприкасаешься с человеком, ты по своей активности, по своей направленности начинаешь его воспитывать. Для чего? Для того, вообще как бы вот принято сегодня считать, что воспитание — это жёсткий агрессивный акт воздействия. Всё-таки. Всё-таки. Это при тотальной безграмотности людей. А, к сожалению, её очень много. Вот буквально вчера мне моя подруга сказала, её сын писал «Геа, девятый класс», и директор школы сказал, перед тем, как дети пойдут сдавать экзамен, если вы не сдадите, мы в десятый класс вас не возьмём, запугивает на линейке. Да. Но это вот очень печальная история, потому что вместо того, чтобы детям сказать что-то позитивное, жизненно утверждающее, чтобы подняло их самооценку, уверенность, идёт блокировка, идёт запугивание. А в каком случае, при свечении каких обстоятельств вот эта схема может поменяться? Схема запугивания на другую. В обществе вообще никогда не поменять, потому что образованность — это сугубо индивидуальный акт выбора. Это человек каждый выбирает сам однажды, каким ему быть. Что такое образованность? Что такое нравственность? Это надслойка над тем, что дано от природы и социально приобретено. Когда есть эффекты личного выбора. Я хочу знать, я хочу понять, я хочу познавать. В массовом масштабе это невозможно сделать, потому что за этим решением стоит личный выбор человека. Каждого из нас это касается. И перед каждым стоит однажды этот выбор, каким тебе быть и как поступить. Таковы законы мироздания. Мы не можем их обойти. Сегодня день защиты детей. И вот вы сказали о выборе. К сожалению, произошел такой случай насилия. И участники вот этого действия, каждый сделали свой выбор. Я предлагаю телезрителям посмотреть сюжет, который новости нашего телеканала сняли накануне Дня защиты детей. И потом мы услышим мнение эксперта. И еще раз хочу обратиться к телезрителям, что сегодня вы можете задавать вопросы нашему гостю, кандидату психологических и наук Валентине Дудко, по теме воспитания детей, образования и вообще на темы общечеловеческих ценностей. И ждем ваших комментариев также после просмотра сюжета. Я все время боюсь. Теперь я даже роботов боюсь. Мне вот в последнее время такие сни снятся, такие сны, что меня какой-то круглый робот хочет захватить. Но все время меня защищают животные. Шестилетнего Егора почти год мучают кошмары. Мальчика избили соседские дети. В тот роковой день его мама, вернувшись с работы, не обнаружила сына дома. Поиски не принесли успеха, но вскоре мальчика на улице заметила соседка. Я его привела домой, но так как он грязный, сразу ванную мыть. Начала мыть, а у него везде синяки. Погода холодная была, вот он гулял в теплых штанах, в кофте. И поэтому, ну если было майки в штанах, я думаю, что сильнее синяки бы остались. Вот так выглядел Егор после избиения, ссадины и кровоподтеки по всему телу. Что стало причиной конфликта до сих пор непонятно. В тот день Егора выследили, связали и отвезли на место расправы. Над ребенком издевались вот здесь, на этом месте лежали тюки сена. Они были связаны веревками, одной из которых к ним и привязали мальчика. Экзекуция длилась два часа. По словам Егора, каратели вон оттуда проложили дорожку из сена прямо к тюкам. Его хотели поджечь. Мальчика спасло лишь то, что сено было мокрым. Вот они убегали, вот так стреляли меня шариком прям по глазам. Мне по голове так больно было. Помог мальчику случайный прохожий, который спугнул участников расправы. Их нашли быстро, семь человек. Среди них были и девочки. Организатором семья Егора считает Александра Москвичева. Ему на тот момент было 15 с половиной лет. Но его мать Алина Майданюк утверждает, что сын весь день сидел дома. Он не сбивал ребенка. Это глупости, ложь, клевета. Утром он выходил с ребятами, пообщались там, съездили на велосипед и покатались. И с 11 часов он был дома весь день. Разбирательства по делу об избиении Егора шли в Красноярском суде. Для возбуждения уголовного дела причин не нашли. Суд постановил только взыскать с нарушителей 40 тысяч рублей. В основном все несрашнолетние подтвердили, что Москвичев Александр был на месте преступления 22 июля 2015 года именно он привязывал руки шестилетнему Егору. Именно он по его инициативе он был привязан. Семья Егора намерена обжаловать постановление суда и требовать компенсацию морального ущерба, а также возбуждение уголовного дела в отношении зачинщика расправы. Но эксперты утверждают, сейчас главное не тяжбы, а состояние пострадавшего ребенка. Очень важна мудрая позиция всех взрослых. и детей, которые совершили противоправные деяния их родителей и, безусловно, родителя пострадавшего ребенка, занять мудрую позицию, направленную на помощь вот этому ребенку, на урегулирование каких-то взаимоотношений. И в этом смысле, наверное, нужна и профессиональная помощь, я имею в виду помощь психолога. Психологическую реабилитацию Егор прошел, своих обидчиков давно простил. Записался на самбо, ждет, не дождется сентября, когда пойдет в школу. Говорит, учиться будет на пятерке, чтобы стать умным и сильным и в будущем защищать слабых. Если добро будет побеждать зло, тогда все в мире станут добрыми. Что можно, какие заключения? Можно, конечно, и очень даже можно. На первой минуте ролика были важные слова сказаны, когда мальчик сказал, что ему снятся роботы. У Эриха Фрома, это социолога, выдающегося психолога американского, есть замечательная книга «Анатомия человеческой деструктивности». Очень толстая книга, и эта книга посвящена именно деструкции людей. И вот в этой книге есть описание такого, скажем, личностного поведения. Называется это поведение, когда человек умертелен душевно, когда он нечувствителен к тому, что он делает. В психологии это понятие называется некрофилия, то есть ориентация на мертвичину, на неживое, на технически развитое. И поэтому, вот о чем здесь идет речь. Когда Эрих Фронт писал об этих людях, он говорил, что есть такое понятие, как геноцид, и мы все его хорошо знаем. И один из ученых, австралийских зоопсихолог, Корнетт Лоренс, он говорил о том, что геноцид, понятно, исходит из животного, исходит из животного мира. Как правило, это действие очень свойственно крысам. Крысы, они живут кланами, которые произвели потомство. Чужих крыс в этом потомстве, в этом клане нет. И когда по наблюдениям зоопсихологов были сделаны такие наблюдения, когда какая-то крыса попадает в клан крысиных сообществ, эту крыцу просто уничтожают за считанные секунды. И вот многие зоопсихологи вели наблюдение за этим эффектом и пытались понять, какие мотивы, какие причины. И пришли к тому, что мотивов и причин нет. Это чисто биологический акт уничтожения другого, инакового. И многим людям это присуще, если человек живет на биологическом уровне активности. Если воспитание родителей сосредоточено только на кормлении, на безопасности, на деньгах, на, возможно, каком-то примитивном досуге и не более, когда они разговаривают о душе, о чувствах, когда есть запрет на выражение своих собственных чувств, что ты чувствуешь. Есть такое понятие, как психологическое насилие в доме. И в основном все этим заражены понятием. Что такое психологическое насилие в доме? Я тебе запрещаю выражать свои чувства. Мне все равно, что ты чувствуешь сейчас. Ты будешь делать то, что скажу тебе я. И вот это спускает на такой уровень, что человек выше биологической активности не поднимается. И там такие формы геноцида микрофилия, ориентация на неживое, на уничтожение инаковости очень процветают. А можем ли мы говорить, если мы говорим о воспитании, что вот этот метод запугивания и страха, он может привести на каком-то этапе к агрессии? Конечно. А как иначе? Когда меня запугивают, меня загоняют в угол, мне не дают самовыражаться. Единственный способ заявить о себе – это нападать. Единственный способ. Но мне тут в этой ситуации двоякая развилка идет. Двоякие обстоятельства. С одной стороны, ребята, которые это делали, а с другой стороны, мальчик, который почувствовал, с чем он соприкоснулся. Вот как Эрик Фром пишет, как узнать некрофила? Некрофил, он в первую очередь будет ориентироваться, это психологическое понятие, не медицинское. Да, у меня сразу не успокаиваются. Нет, нет, это как бы два раза. Мы о том не будем говорить, а с точки зрения психологического анализа, речь идет о том, что человек не чувствует жизни, о том, что все, что живет, он хочет убить, о том, что его раздражает вообще живое, жизнерадостное. Он будет это уничтожать. Вот в психологическом аспекте, что означает некрофиле. И как это распознать? Человек детально будет скульпулезным вниманием проявлять технике, стеклу, механизму, но ни в коем случае не созиданию, и не человеку, и не природе. И вот этот мальчик здесь говорит, мне снятся роботы. Он об этом четко сказал. На своем детском уровне он в 100% считал на бессознательном уровне, с чем он соприкоснулся. Да, с абсолютно бездуховным, бездушным. Да, с абсолютно бездушным, бездуховным, бездушевным, атрофированным и очень жестоким. Но, к сожалению, я сегодня к чему прихожу? Когда мы говорим о воспитании, вот мое ноу-хау последнего времени в Великобритании много об этом размышляла. Мне было много времени, относительно много времени. Я много там работала. Так вот, я поняла, что человек, он же триедин. Тело, душа и дух. И, соответственно, и питание нужно давать. Телесное, душевное и духовное. И если идет перекос в какой-то позиции, перекрашивается вся система Личности. А кто знает, как питать душу? А кто знает, как питать дух? А кто знает, как тело питать? Как тело питать, наверное, многие тоже не знают. Тоже заблуждение. Тело — это воля. Любого прохожего спроси, как вы своем ребенке волю формируете. Не ответит. Не ответит. Поэтому вот мы и ввели на эту тему вебинар. Три части вебинара. Запомнить или развивать. Где я рассказывала о том, как питать телесно, как питать душевно, как питать духовно. Это важные основы. Да, чтобы не было таких перекосов. Но если вы уже начали говорить о вебинарах, я хотела бы поинтересоваться, что сегодня нового приходит в психологии, какие возможности появляются даже вот у клиентов, так скажем, психологов. И еще, знаете, вот не хочу упустить вот этот момент, вот эти последствия такого насилия в детстве. Если с ними не работать психологу, во что они в дальнейшем могут вылиться для человека? Ведь эта ситуация могла быть запущена, как бы вот не отработана никем. Меня очень в сюжете удивила мама, которая показывала мальчику книгу не по возрасту. Это плохо или хорошо? Это отвратительно. Когда ребенку шестилетним показывают книги, которые дети смотрят в два-три года, видно, что мама тоже взяла книгу недавно в руки. Она даже не понимает возрастные особенности ребенка. Я это увидела в ролике. И об этом тоже можно сказать. О том, что мама не совсем компетентна. Не совсем компетентна. И то, что вот такая ситуация произошла именно с этим мальчиком, роль семьи в этом тоже, наверное, есть какая-то, да? Наверное, для того, чтобы мама вообще обратила внимание, что у нее ребенок есть. Когда избили ребенка, и что он оказался в такой беде. Но она обратила внимание. Она, благодаря только этой ситуации, но я не могу как бы голословно говорить, это нужно личную встречу. Но по сюжету, потому что я увидела, я увидела, как мама демонстрирует, что она им показывает картинки, букваря. А, извините, это возраст на максимум 3 года. На букваре у нас в первом классе изучают. Ну, у нас в первый класс уже давно с букварем никто не уходит. В первый класс уже берут, когда дети считают. Просто когда... Просто когда... Просто с своего детства. Татьяна, давно прошло. Когда ребенку 6 лет, ему показывают на уровне улитки букву У. Ну, это очень диагностично для психолога. Да. И вот давайте тогда эту тему разобьем тоже. Есть время у ребенка, вот такой этап, когда родители, взрослые, единственный источник информации и знаний. И дети именно взрослым задают вопросы. Так. И может быть, вот есть несколько советов, как относиться к этим вопросам, как их воспринимать и как отвечать. Потому что некоторые вообще не отвечают. Их мучают дети своими вопросами. Так, мягко ушли от онлайн возможности для родителей. Да, мы к этому еще вернемся. Можно сказать, я помню, да. Потому что это очень важный момент, поскольку сегодня технические средства позволяют очень много для образования. Вообще человека. А тем более для родителей. Дети задают вопросы, да? Да. И надо ли отвечать родителям, да? Да. Ну вот, наверное, нужно знать, как отвечать, уметь. Потому что вот кто-то ответит, кто-то не ответит. Кому-то вообще дети надоедают своими вопросами. Кто-то не может ответить. Дело в том, что человека формируют вообще вопрос. Вопрос. Не ответ, не нотация, не аргумент, а верно заданный вопрос. И вопрос, он актуален как со стороны ребенка, чтобы войти в диалог со взрослым, и со стороны взрослого, чтобы вступить в диалог с ребенком. Вопросом всегда уделялось очень большое внимание еще со времен античности. К сожалению, сегодня все торопятся, и некогда людям на этом останавливать свое внимание. Это большая беда. Что делает вопрос? Он ориентирует человека к мышлению, к обновлению мышления, к поиску ответов, к остановке, так, стоп. О чем меня спросили? Что это для меня? Я начинаю вникать в себя, я начинаю всматриваться в себя, в себя, я начинаю себя рассматривать. Но, к сожалению, вот эта практика, она потеряна в силу темпа, скорости, непонимания, неумения уже. Вот я с дочерью буквально после первого вебинара разговаривала, она позвонила из Калифорнии, она сейчас там, и пять часов со мной разговаривала на тему вопросов, и она сказала, говорит, мама, с учетом того, что мы вообще практически не разговариваем, пять часов, на фейсбуке мы с ней говорили, на телефоне сидели. Ее первая часть вебинара очень сильно так вдохновила, и она говорит, мама, меня сделали твои вопросы. Я помню, что ты всегда уделяла мне столько внимания, сколько нужно было для того, чтобы я начала думать. Это важная оценка ребенка, конечно. Вот это была твоя система воспитания. И ты, говорит, никогда не жалела. Я могла, говорит, плакать. Я могла еще сильнее плакать. Ты, говорит, смотрела на меня и задавала по-прежнему вопрос до тех пор, пока я не начинала думать. Это был самый сильный эффект воспитания. И я благодаря этим вопросам начала думать вообще в жизни. И поэтому сейчас она очень самостоятельная. И 22 года живет совершенно самостоятельной жизнью. То есть на вашем примере, я так поняла, что самое важное сделать ребенка самостоятельным человеком. Посредством вопросов. Посредством вопросов. Негалимых ответов. Понятно. Ну вот как быть с тем, что не все зависит от воспитания, даже вот забросая вопросами и ответами какого-то там ребенка. Качество. Качество вопросов. Качество, понятно. Ну вот на генетическом уровне, когда человек, ребенок только что родился, в нем уже много чего заложено. Я просто хочу привести один пример. Была такая ситуация, которая была озвучена на одном из центральных федеральных каналов, когда мальчик в православной семье всегда реагировал на мечети и интересовался вот мусульманской религией. И потом, когда вот уже родители насторожились, выяснилось, что при процедуре ЭКО был перепутан материал, и этот мальчик родился от другого отца, который был носителем мусульманской веры. Вот что. И вот это пробилось даже без воспитания. Это достаточно, ну, по крайней мере, это озвучено. Я не зря это сказала. Сказали мыслью для размышления. Ну, возможно. Сказали, что такое есть. Сама мама говорила об этом. Возможно. Возьмем это за аксиому, поразмышляем над этим. Возможно, это так. И вопрос какой? Вопрос, не все может сделать воспитание. Насколько воспитание может действительно сделать... А вот здесь как раз, Татьяна, знаете, самое главное-то что? Здесь как раз внимание родителей и принятие ребенка с тем, с чем он пришел на эту землю. Ребенок пришел с генетической программой. Их попугает, видели, здесь эта программа. Она, видите, не генетически. Вы понимаете, какой? Изначально уже стоит запрет на то, каким ему быть. Они с Творцом спорят. Опять же. Они с Творцом спорят. Они с Творцом спорят. Не страх, не запугивание. Конечно. Принятие. Развитие. Принятие. А если генетический мой ребенок пришел, вот он такой. А у нас очень много ожиданий к детям, каким он должен быть. Извините, все сегодня умные люди говорят о том, что это канцелярия Божия поставляет ребенка. Мы с чем спорим вообще? То есть не запугивать, не уничтожать вот это, а принимать и развивать. И развивать. Понятно. Ну давайте вернемся к онлайн-технологиям, чтобы люди понимали, что другие возможности уже приходят в психологию. Они могут этим воспользоваться. Да. Ой, хотела, да, сказать про онлайн-технологии. Вот сегодня очень активно развиваются онлайн-технологии. Я, в частности, в компании Букля, ЛТД, работаю. Хорошо. И все технологии, которые представляю сегодня онлайн, вебинары, онлайн-консультации через скайп, семинары практически тоже с помощью технических вот этих всех средств. Понимаете, сегодня, вот с чем я в практике сталкивалась. Сегодня как бы мы знаем, что мобильность — это самое дорогое дело, потому что пробки, потому что занятость, потому что надо быстро переключаться из одной точки в другую, переезжать. Так вот, онлайн-технологии не позволяют, нажав кнопку, войти на связь с человеком, послушать человека, прослушать курс вебинаров, прослушать курс семинаров, пройти тренинговую форму в онлайн-режиме. И о чем это говорит? С одной стороны, как бы это людям позволяет, не выходя из дома, обучаться и образовываться. Но с другой стороны, люди не совсем дооценят этот эффект. И моя вот практика сейчас показывает, что, к моему большому сожалению, многие предпочитают, допустим, пить пиво по вечерам не с того, чтобы заниматься своим образованием. Люди немножко обесценивают вообще информацию о педагогике, о психологии, о развитии человека, о его психике, о его строении. Вы понимаете, вот я вообще не знаю, как люди живут без психологии, на самом деле, потому что я когда анализирую свою жизнь, все свои ключевые конфликтные точки я проходила с помощью психологических знаний, погружением в анализ литературы, погружением в анализ вообще внутреннего состояния, как это произошло, с чем я соприкоснулась. А когда люди не имеют такой грамотности и не знают, и не имеют времени, у них профиль работы совершенно другой, это совсем нормально, что они как бы не осведомлены в этой сфере, да? И когда человек не погружается в поиск информации, вот что печально. А онлайн-технологии, они дают сегодня все. Вот я, допустим, человек, который живет много в другой стране, приезжаю сюда, есть же такая возможность меня послушать, соприкоснуться со мной, узнать, как я мыслю, что я думаю, к чему я пришла. Сегодня, Валентина, вас перебью. Есть такая возможность, у нас просто основная тема, конечно, воспитания. Вот если можно обратить внимание, конечно, такой типичный, традиционный вопрос, вот родители, на какие-то ошибки, которые потом, ну так, испортят жизнь и детям, и им самим, вот именно по теме воспитания. Вот вы как психолог, какой возраст может быть самый важный у ребенка? Для формирования его личности и чтобы уберечь, чтобы потом вот это вот не стало... Есть такая старая-старая армянская мудрость. Армянская? Армянская. Мне она очень нравится. Беременная женщина, шестимесячная беременная женщина подошла к мудрецу и спросила... С плодом шести месяца, потом... Ну да, да, да. В животе у матери и спросила, мудрец, что мне нужно сделать для воспитания, лучшего воспитания моего дитя. Он спросил, какой срок у тебя беременности? Она говорит, шесть месяцев, он говорит, уже поздно. Понятно. Вот в этой мудрости заложено все. Я, говорю, первый раз пришла к размышлению о педагоге в 14 лет. Я полы мыла. Я полы мыла. А, кстати, вот это очень интересный момент. Я прихожу к тому, что основы того, как ты будешь взаимодействовать со своим ребенком, закладываются, ну, рано очень. Рано. И говорить о том, что какой возраст у ребенка, чтобы ему не навредить. Это уже поздно. Если говорить честно, это уже поздно. Ну, понятно. Если вот в идеале. Ну, не все же пришли к этому так рано. Но есть же те, кто еще идет, и они, возможно, услышат и прислушаются. Да, просто вот я еще раз хочу вернуться к теме все-таки защиты детей. Еще раз подчеркнуть, что вот моменты в жизни ребенка могут отразиться на всей его дальнейшей жизни, которых можно избежать. Такого негатива, которого нельзя допускать родителям. Нельзя. Такое, наверное, вообще неуместно. Вы знаете, вот недавно буквально вот мы занимались, у меня был тренинг, и мы с женщинами размышляли как раз о детях, своих детях, о воспитании. И мы пришли к тому, что каким бы ты ни был наполненным, как бы ты ни старался, как бы ты много не читал, как бы ты ни погружался, но честно, ты все равно не обойдешь травму ребенка. даже так. Даже так. Вот сколько я бы не погружалась, сколько я бы не вникала, сколько я не исследовала. Даже профессиональный психолог не может. Я, допустим, очень много ездила, проводила семинары, я много ездила в командировки. Мою дочь это травмировала очень сильно, потому что меня очень любила, хотела быть больше со мной. Время никогда не знает, что он будет травмировать. Ты смотришь вот здесь, а для него вот это важно, а ты это не заметишь. Понятно. Значит, травмы, приходим к выводу, что травмы неизбежны, тогда как себя вообще вести, если ты в любом случае травмируешь? Как ты вот... Я говорю обракованность, образованность человека, бесспорно. Мы не можем идеализировать мир, но мы можем образовывать себя, мы можем не повторять эти ошибки, мы можем быть внимательны к тому, что человек говорит, прислушиваться к тому, что он говорит, даже если это твой ребенок, естественно, что и в лучшем случае, когда говорит твой ребенок, о чем он говорит, вступать с ним в диалог, размышлять с ним на эту тему, на тему его чувств и идти вместе дальше. Вот самый лучший способ. Нет таких оснований, которые тебя спасут от всего. Нет такой пилюли. Главная задача, вообще главный смысл успеха заключается во внимании того, что ты видишь, того, что ты слышишь, того, что ты чувствуешь. Если ты живешь на уровне внимательности к этим рецепторам, твоя жизнь совершенно протекает по-другому. А если ты по инструкции живешь, у Дудкова Валентина Анатольевна сказала, вот это вот опасно, а вот это вот она не сказала, пойду и сделаю. Извините, это жить по инструкции или жить по наблюдению, это совершенно два разных профиля жизни. Созидать или инструкцию исполнять. Меня очень расстраивает, когда, допустим, на вебинары ко мне не приходят, потому что я не говорю конкретные инструкции. Или когда просматривает человек мой вебинар и говорит, 50 минут мне было неинтересно, а вот на 51-й заинтересовалось. жалко. В общем, главный рецепт внимания, сосредоточенность, образованность и образованность. Спасибо огромное за это, за этот эфир. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин